Идея создать новый познавательный проект «Фактограф» появилась у Марины Андриановой случайно. Она читала интересные факты о писателях и обратила внимание на историю американца Уильяма Байрууза. Он был очень вдохновлен поступком Вильгельма Телли, который когда-то поставил своего сына, положил яблоко на его голову и выстрелил, и попал в яблоко. И он был так вдохновлен этим, что он поставил свою жену, поставил стакан на ее голову и выстрелил. Но, к сожалению, попал ей в голову, и жена скончалась. И это было в 1951 году, а в 1953 он уже начал писать свои книги. Автор проекта поняла, что если люди будут знать интересные факты из жизни разных писателей, у общества появится больше интерес к литературе. А чтобы привлечь внимание аудитории, сотрудники библиотеки дали интересное название для своего нового литературно-розыскного агентства. Что такое фактограф? Словари русского языка, что оно означает? Действительно, факты копатель, факты искатель. Мы немножко перевернули, сделали эту рубрику в формат немножко шутки. Первый выпуск рубрики будет посвящен писателю-номинанту Нобелевской премии по литературе Владимиру Набокову. Марина Андрианова надеется, что таким образом сможет повысить мотивацию старшеклассников на хорошее чтение. Не просто сухой писатель или поэт, да, то есть вот его надо изучить, а действительно живой человек, который жил какими-то интересами, у него были какие-то недостатки, у него были какие-то свои особенности, он чем-то увлекался. И если кто-то найдет какие-то соприкосновения, да, вот именно со своим писателем, и раз, и обратится к произведениям его снова и снова. Первый выпуск фактографа выйдет уже в это воскресенье. Найти его можно будет в социальных сетях Центральной библиотеки. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok